Здравствуйте, уважаемые коллеги. Заранее извиняюсь за невозможность выступления Георгины Исеевича и Эллы Викторовны на этой важной конференции. Они находятся в командировке, поэтому такая честь выпала мне. Я являюсь врачом-хирургом-отолерингологом, работаю на отделении онко-отолерингологии. И, в общем-то, мы сотрудничаем с отделением, со стомоцентром активно. Поэтому я расскажу об этом центре, об этой программе, которая существует у нас в клинике. Позволю подробно не останавливаться на этом слайде. Он уже был. То есть 100% пациентов с опухолем головы и шеи страдают в той или иной степени нутритивной недостаточностью. По данным ВАЗЭТе, во время проведения противообухолевого лечения операции лекарственной терапии или лучевой терапии у 45% больных наблюдается потеря массы тела более 10%. Так как мой доклад будет акцентирован на качестве жизни пациента, позволю себе представить работу итальянских авторов, где оценивалось, какие же именно детерминанты, факторы оказывают влияние на качество жизни. В общем-то, как мы видим, не стадия заболевания, не распространенность процесса и не лечение, какое оно было, хирургическое или химиотерапевтическое, влияет в большей степени на качество жизни пациента. А это локализация опухоли и 50% это нутритивная недостаточность, нутритивная недостаточность и потеря веса оказывают влияние на качество жизни. В России тоже проводились определенные работы по изучению нутритивной недостаточности у онкологических больных. Так, в журнале «Онкохирургия» в 2010 году была опубликована работа Решетова и Осиповой «Анализ осложнений хирургического лечения у больных с опухолями головы и шеи» в 2005 и 2009 году. В 2005 году они не использовали энтеральное питание, а в 2009 году была возможность использовать препараты «Нутризон», «Нутридринк» и «Портикер» в переоперационном периоде. И вот при сравнении частоты послеоперационных осложнений был сделан вывод, что осложнения снизились в три раза, а средний койко-день уменьшился на 2,4%, что соответствует общему сокращению койко-дня за 2009 год у всех больных с опухолями головы и шеи на 1452 дня. Проводились в нашей стране уже и многоцентровые исследования по переоперационному применению энтерального питания у больных с опухолями головы и шеи. В частности, участвовали в данном исследовании 7 центров. Два центра из Москвы – это Нигерцена и 62-я больница города Москвы, наше учреждение – онкологический городской диспансер города Санкт-Петербурга, ростовские неонкологии и диспансеры – Самарский, онкологический, Иркутский и Саратовский диспансеры. В ходе этого исследования применялся препарат «Фортикер» компании «Нутриция». Он применялся за 7-10 дней до операции, сразу после операции применялся в переоперационном периоде и после выписки в течение трех недель проводился прием этого препарата. И вот основные выводы, которые сделали авторы данной работы, что это позволило увеличить физическую активность пациента, снизить выраженность анорексии, уменьшить количество осложнений почти в два раза, улучшить общее самочувствие пациентов, сократить пароэнтеральное питание, сроки пребывания в стационаре. И на основании этого исследования был сделан вывод о том, что необходимо применять не только во время нахождения в стационаре нутриусивную поддержку пациентов, но и после выписки из стационара, то есть амбулаторно. Результаты данного многоцентрового исследования и легли в основу программы, которая была принята в городе Санкт-Петербурге благодаря усилиям многих человек, в том числе и главного врача нашей больницы. Итак, программа «Комплексные меры по реализации федерального закона об основах здоровья граждан». Там есть раздел «Обеспечение стерилизованным лечебным питанием пациентов злокачественным образованием головы и шеи». Программа рассчитана на 2015-2020 год, проводится на территории города Санкт-Петербурга, является первой в своем роде, потому что нигде в нашей стране еще такая программа, не в Москве, нигде ее нет. Это первая программа, именно в Санкт-Петербурге реализована. В рамках этой программы предусмотрено бесплатное обеспечение с балансированным энтеральным питанием пациентов с диагнозом злокачественного образования головы и шеи в переоперационный и перехимиолучевой периоды. Работает эта программа в нашем учреждении с 1 сентября 2015 года на базе стомоцентра отделения, которое есть в диспансере. На учете сейчас стоит обеспечено 484 пациента, то есть примерно обеспечение 45-50 человек в месяц. Пациенты обеспечиваются как путем непосредственной явки на отделении, получения питания на отделении, так и с помощью доставки на дом в сопровождении необходимых информационных материалов. Обеспечение пациентов организовано в рамках действующего заключенного государственного контракта. В основном применяются два препарата, это препараты для сиппинга, о них я скажу дальше. То есть наши пациенты амбулаторно в основном получают это питание, поэтому это сиппинг или зондовое питание. Только сиппингом мы пользоваться не можем для пациентов с опухолью головы и шеи, потому что часть их выписывается за дом, часть их выписывается, имея шейный свеч, имея фарингостому, уростому, они просто физически не могут принимать пищу через рот, а вынуждены пользоваться зондом. Некоторые даже сами могут вставить зонд только на время еды и потом его удалить. Но показания я долго останавливаться не буду, вы все видите показания для назначения питания. На отделении проводится антропометрическое измерение пациентов, то есть рост, вес, высчитывается идеальная масса тела для каждого пациента, индекс массы тела, используется контроль лабораторными методами, определяем концентрацию альбумина, белка, трансферина в сыворотке крови и общее число римфосудов. На основании данных показателей высчитывается степень нутритивной недостаточницы для каждого пациента. В данной таблице, в общем-то, понятно, как это делается. Потом с каждым врачом работает врач-стомотерапевт, который прошел подготовку, прослушал цикл лекций по нутритивной подготовке, по нутритивному питанию. И вот он беседует с пациентом, выясняет его дневной рацион, как примерно происходит назначение для пациента весом 60 кг онкологического больного. То есть его колораж – это 1500 ккал, 90 г белка он должен получить с питанием. Он может принять только четверть дневного рациона. То есть энергия у него за счет употребляемой им пищи составляет 375 ккал, белок – 22,5. То есть высчитывается, сколько энергетический дефицит, сколько ему не хватает калорий – это минус 1125, сколько не хватает белка – минус 67,5 для данного конкретного больного. То есть 4 бутылочки нутридрин-компакт-протеин назначаются для этого больного ежедневно в плане нутритивной поддержки. Требования к питательным смесям долго останавливаться не буду. Практические рекомендации русско за 2016 год. Неоднократно требования к смесям здесь уже излагались. Нормы потребления для онкологического больного тоже уже звучали. Препараты, которыми мы можем обеспечить пациентов – это препарат «Фортикер» компания «Нутриция». Это базовый препарат, который чаще всего назначается пациентам сначала. Также он предпочтительен для тех больных, у которых какие-то признаки диареи, либо запоров, и признаки мукозитов. Потому что препарат имеет в своем составе пищевые волокна и сбалансировано по омега-3 жирным кислотам. И второй препарат – нутридрин-компакт-протеин, который мы тоже можем обеспечивать наших больных. Это питание для сиппинга, обогащенное белком и энергией. И назначается оно пациентам с большой, с выраженной степенью нутритивной недостаточностью, истощенным больным, больным с отетами. Еще раз статистика отделения. Кратко. 484 пациента – это активный учет. 120 пациентов – пассивный учет, то есть они уже умерли. В основном по возрастному составу это 31% – 50-60 лет пациенты, 70 лет – 40% составляют. По локализациям из тех пациентов, которые стоят на учете в стомоцентре, 37% пациенты с опухолью горта, не или горта на глотке, 22% с опухоль языка, с раком глотки и полости рта 12 и 10%. И остальные локализации занимают несколько меньший процентный состав. На момент постановки на учет в стомоцентр большинство больных имеют анамнезаболевание примерно 1-2 года. Некоторые меньшее количество – более 2 лет. Из наших больных, которые были учтены, 46% было оперировано, 70% получили химиотерапию, 50% – лучевую терапию. Мы видим, что в сумме 100% не получается, потому что чаще всего пациент, как мы знаем, получает комплексное либо комбинированное лечение, то есть ниже приведены цифры комбинированного лечения, сколько пациентов получили. Только у 7% пациентов, которых прислали в стомоцентр, отсутствовала нутритивная недостаточность. В основном имела место какая-то из форм, легкая, средняя или тяжелая. И в зависимости от формы уже от 1 до 4 бутылочек питания им назначалось. В основном пациенты связывали потерю веса с плохим аппетитом, как видно из нижней таблицы. Широко применяется в этом центре анкетирование пациентов. Заполняются анкеты, разработанные нутрициологами и диетологами Российской академии наук. Используются анкеты SF36, где 36 пунктов вопросника сгруппированы в 8 шкал. И определяется физический компонент здоровья и психологический компонент здоровья. И у онкологических больных имеется низкая физическая активность, что значительно ограничивается состоянием его здоровья. Низкие показатели психологического компонента, свидетельствующие о его депрессивных, тревожных переживаниях и неблагополучии. Вот пример этой анкеты относительно боли. Практически все наши пациенты испытывают боль, за редким исключением. Чаще всего это сильная, умеренная боль. Пример пункта из этой анкеты – социальное функционирование. Онкологический диагноз ограничивает социальные контакты, снижает уровень общения и связи, ухудшает физическое и эмоциональное состояние онкологического больного. Кроме SF36 пациент заполняет карту самооценки. Эта карта заполняется впервые, когда пациент обращается в данный центр и на 21-25 день после начала приема антериального питания. Карта позволяет оценить рост, вес пациента в настоящий момент полгода назад. И такие параметры, как самочувствие, состояние стула – причины, мешающие нормальному утоплению пищи. Мы попытались провести сравнение. И выявили следующее. То есть до приема антериального питания и после приема второй столбик через 21-25 дней. Мы видим, что 65% наших пациентов могли принимать только жидкую пищу. После приема антериального питания это количество уменьшается до 33%, потому что пациенты начинают лучше кушать, начинают кушать в небольшом количестве любую пищу – 35%. Это хороший показатель. Значит, питание помогает и действует. Количество потребляемой пищи до и после приема антериального питания. То есть 80% считают до начала антериального питания, что они плохо кушали и мало кушали. Когда же мы обеспечим их питание, уже только 68% считают, что они мало кушают. А 5% считают, что они стали кушать значительно лучше. Это тоже, в общем-то, хороший, на мой взгляд, показатель. И самая важная таблица – это вот это. То есть эта таблица несколько похожа на статус ЭКОК. То есть в верхних строчках мы видим, что пациент ведет обычный образ жизни, потом он менее активен, и к 4-й и 5-й строчке пациент практически лежит и не встает. Мы видим, что до начала приема антериального питания пациенты в основном концентрировались в нижнем отделе нашей таблицы. То есть вот 91% занимают 3-ю, 5-ю позицию. То есть они большую часть дня лежат, делают самое необходимое, не встают. После трехнедельного приема антериального питания пациенты становятся гораздо более активны, качество жизни улучшается, и они перемещаются в верхнюю строчку таблицы, в общем-то, что, на мой взгляд, говорит само за себя о необходимости развития этого направления. Кроме нутритивной поддержки пациенты, кроме консультации, устные пациенты могут обеспечиваться необходимой литературой, и не только относительно антериального питания в нашем стомоцентре. Пациенты с опухолью головы и шеи могут получить пособие по уходу за трахеостомой, пособие по консультации по голосовому протезированию, вот эти пособия представлены здесь, на данном слайде, могут получить просто рекомендацию врача по питанию, то есть как можно кушать обычную пищу, чтобы не худеть, чтобы лучше переносить проводимые лечения. Данные рекомендации представлены вкратце. В настоящее время ранняя нутритивная поддержка является единственным методом, способным в известной мере компенсировать классические энергетические потери организма, неизменно возникающие вследствие развития синдрома гиперметаболизма. Нутритивная поддержка помогает улучшить качество жизни онкологических пациентов, обеспечивая быстрейшее восстановление после специализированного онкологического лечения. Что нужно для получения энтерального питания пациенту? Я хочу, чтобы все присутствующие здесь это внимательно посмотрели на этот слайд, потому что эта энтеральная программа может быть рассчитана на всех больных с диагнозом злокачественное образование головы и шеи не только для больных, которые лечатся в городском онкологическом диспансере. То есть любой пациент, если он имеет прописку в городе Санкт-Петербург, имеет полис обязательного страхования СНИЛС и выписной эпиклист текущего года с подтверждением диагноза злокачественного образования головы и шеи и рекомендациями по необходимости назначить энтеральное питание, может записаться по данным телефонам и пройти консультацию в нашем стомоцентре и получить абсолютно бесплатное энтеральное питание. Если ему это показано? Если ему это показано, безусловно. Сейчас он получает консультацию. А то все приходят с бумажкой, что направляют? Всем выдавайте. Что всем выдавайте, если они дают? Стомотерапевт будет консультировать и определять уже непосредственно необходимость. Нажмите, пожалуйста, там есть значочек. Двухминутный ролик. Городской клинический онкодиспансер города Санкт-Петербурга – это то место, где каждый пациент может быть уверен в том, что ему предоставят качественное лечение, и он будет окружен вниманием и заботой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Последние научные разработки и современные методы лечения – все в этом центре подчинено тому, чтобы скорее вернуть пациентов к здоровой и полноценной жизни. Врачи уделяют больше внимания как процессу лечения, так и не менее важному процессу реабилитации. Руководит этим центром вот уже более 20 лет профессионал своего дела и врач с большой буквы Георгий Моисеевич Манихас. Именно благодаря его непрестанному труду центр стал таким, каким мы видим его сегодня. Для него лечение пациента не заканчивается с выпиской. Три года назад он выступил инициатором программы по обеспечению пациентов с онкологическими заболеваниями продуктами специализированного питания на дому. Мысль о продолжении лечебного питания на всем протяжении, то есть не только во время лечения и непосредственно после, пока больной находится в стационаре, но и на протяжении всего восстановительного периода, а он иногда год и больше бывает. Вот это очень важный момент, который должен быть неотделим. Вот это легло в основу вот этого нашего пролонгированного обеспечения пациентов лечебным питанием. Мы доложили это в Комитете по здравоохранению, мы доложили это на уровне правительства города. Проект был поддержан Комитетом по здравоохранению и законодательным собранием города Санкт-Петербурга. Сегодня эндеральное питание закупается отделом реабилитации центра, и его доставка осуществляется пациентам на дом. Врачи, в свою очередь, строго контролируют процессы закупок, доставки и, что самое главное, правильный прием питания пациентами. Врачи отмечают важность данной программы. Теперь, после выписки, пациент не остается один на один со своей проблемой. Медицинская сестра, приезжая к пациенту на дом, не просто доставляет лечебное питание, но проверяет его состояние, отвечает на вопросы, помогает адаптироваться и пациенту, и его семье к изменившимся обстоятельствам, поддерживает их психологически. Врачи надеются, что скоро подобная возможность будет не только у жителей Санкт-Петербурга, но и у жителей других городов России. А они, в свою очередь, всегда рады поделиться опытом с коллегами. Спасибо большое. Спасибо за внимание.